А в эти минуты в Челябинске проходит первая встреча дольщиков Речелстроя с руководством компании. Проводить их каждую неделю по средам потребовал губернатор Борис Дубровский. Люди пожаловались ему на недостаток информации и на то, что не доверяют руководству компании. На месте сейчас работает наш корреспондент Егор Хвисюк. Егор, расскажи, удалось ли наладить диалог? Добрый вечер, Александр. Хочу сразу же сказать, что атмосфера здесь очень спокойная. Никто не идет на провокации, не повышает тон беседы. И во многом это происходит благодаря тому, что Андрей Пязок решил встречаться с дольщиками не со всеми сразу, а группами небольшими. Первая зашла в кабинет группа из семи человек. Все они получили возможность задать вопросы и получить достаточно развернутый ответ. В основном это, конечно же, вопросы, касающиеся даты, когда же все-таки будут построены дома, в которых они купили квартиры и, конечно же, на какие средства они будут построены. В принципе, на все эти вопросы, на которые можно ответить, а ответы они получают. Также часть людей уже записались на встречи на другую неделю и в целом уже весь декабрь расписан пофамильно. Кроме того, еще одна часть людей дождалась, пока окончится встреча с первой группой людей. И уже к ним Андрей Пязок решил выйти и уже в таком свободном диалоге ведет беседу. Опять-таки, на вопросы достаточно свободно отвечают, как говорят люди. Конечно же, доверие сложно вернуть, но в целом сейчас хоть какая-то уверенность в том, что дома будут все-таки достроены, у них потихонечку появляются. Я хочу напомнить, что президент Владимир Путин после посещения российско-казахстанского форума уже в самолете по дороге во Вьетнам, позвонил двум челябинцам, среди которых была и одна из активисток объединения дольщиков речи устроя. Он рассказал ей о том, что знает о проблеме и поручил губернатору Дубровскому также организовать совещание рабочее с активистами, на котором губернатор поручил уже руководству речи устроя проводить вот такие вот еженедельные встречи, на которых бы разъяснялись спорные вопросы и вот детально всю информацию могли бы дольщики узнавать. Я знаю, что ситуация в компании «Речелстрой» сейчас непростая. Расскажи, не повлияет ли смена руководства на сроки сдачи домов? Действительно, такой вопрос люди задавали уже. И хочу сразу же сказать, напомнить, что сейчас все обязательства по достройке домов взяла на себя компания «Западный луч» и действительно сейчас идет процесс перевода всех документов. Уже на следующей неделе появится новый директор у компании. Но, тем не менее, Андрей Пясок отметил сразу же, что это никак на сроки сдачи домов не повлияет. И даже сказал, что наоборот, надеяться, что та карта дорожная, которую представили людям, наоборот, изменится в лучшую сторону, то есть даты сдачи, они сдвинутся на более ранний срок. И во многом он видит, во многом благодаря тому, что, скорее всего, как уже было анонсировано, в микрорайоне построят новый детский садик, будут построены новые дороги. Из-за этого престиж, в принципе, Чирилуа Лайк-Сити должен возрасти. Возможно, благодаря этому удастся привлечь новых инвесторов для достройки тех домов, на которых пока финансирование не рассчитано. И сразу же хочу напомнить, что дорожную карту заместитель губернатора Сергей Шаль представил еще несколько недель назад на традиционном совещании. И согласно ей, 4 дома построят в 2018 году, еще 3 до конца 2018, и еще 3 в 2019 году. И также напомню, что изначально компания «Речилстрой» планировала построить 19 домов, а сдаст только 11. И это сделано специально для того, чтобы продать освободившиеся земельные участки и пустить эти деньги на финансирование достройки проблемных домов. Александр. Спасибо, Егор. Мы продолжаем наш выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова